Ох, надо тент отвязывать. Улетит, его сорвет, наверное, просто. Нагрешил я, видать, где-то капитально, что природа так меня восприняла сегодня. Родня, привет, туристы. Сегодня я в походе. Наконец-то выбрался за пять дней в поход. Вот у нас стояли метели. Ужасные, ребят, намело столько снега. Перемело мою дорогу на лагерь. Вот сейчас иду, протаптываю. Сегодня у меня, ребят, поход будет с ночевкой. За спиной у меня 180-литровый рюкзак. В общем, хочу, ребят, провести небольшой эксперимент сегодня. Ох, сейчас вылезу в голову. Провести, в общем, небольшой эксперимент. В общем, взял с собой сегодня гамак. Буду ночевать в подвесной системе. Но минус моего гамака, у меня, ребят, нет зимней подстежки. Вот, за место подстежки я буду сегодня что-то другое думать. Ну, я уже с собой взял, чем я буду его модернизировать для ночевки в зимнее время. Вот. У нас сегодня, кстати, обещают еще дождь. Вот, поэтому гамак у меня с тентом. Будем по тентам. Ну, и, естественно, будет костерок. Сегодня небо пасмурное, ребят. Вон, бегут облака перистые. И за бортом у нас плюсовая температура в данное время. Где-то плюс 2-3, наверное. Ну, где-то так. Термометр у меня в рюкзаке. Вот. Но осталось мне недолго идти. Камера то ли запотевает, не могу понять. Вот. Ну, в общем, иду, топчу дорогу. Хочу также сегодня продолжить строительство своей вачуги, бани. Или, как можно сказать, балагана, что ли. Ну, в общем, что из этого выйдет, мы с вами сами и посмотрим. Я даже еще не определился толком. Вот. Вот плюсовая температура. А снег у нас прям такой рыхлый-рыхлый стоит. Не прилипает к выжимым сегодня. Удивительно как-то. Ну, вот, ребят, я уже почти и мы с вами подошли. Так что подписываемся, ребят, на канал. Кто еще не подписан. Также перед просмотром ролика пишите, ребят, комментарии. Ставим лайкосика жирного. Ну, и наливаем чаек. Поехали. Замело тут, конечно, маленько мой лагерь. Будем с вами откапываться сегодня. Ну, как все было, так и есть. Инструменты мои на месте. Вот они, инструменты на дереве. Тут еще даже сахарок висит, ножовка, топорик, лопатка. Столбики также не упали, даже еще стоят. Ну, вот, сегодня будем откапываться и продолжать наше строительство, ребят, уже дальше. Ну, а почему, ребят, я взял вот такой вот огромный рюкзак. Стал дома упаковывать. В общем, взял два спальника с собой. Один спальник буду делать. У меня как одеяло идет. Хочу спробовать за место зимней подстежки привязать его. В общем, все вы увидите по мере установки уже. Вот. И у меня порвался, ребят, компрессионный мешок на спальнике. На моем. Вот. И поэтому мне уже пришлось взять рюкзачок побольше, ребят, вот, на 180 литров. Рюкзачок этот со мной уже был не раз в походе. Ну, в зимнем походе он не был. Он был летом, со мной присутствовал. И на дальние расстояния, когда мы с подписчиком ходили в заброшенный поселок, вот я его брал тоже с собой. Рюкзак удобный. Рюкзак, кстати, на каркасе, что не дает давить спине. Но так я его стараюсь не брать, ребят. Потому что рюкзак, конечно, сам по себе нелегкий. Фу, пока шел запыхался. Поднимается у нас небольшой ветер. Сегодня, может, вот эту елку завалю. Вот эту, не знаю, смогу я ее, нет, завалить пилой своей. И можно всю ночь не переживать с дровами. Ладно, сейчас пойду устанавливать гамак. Так, еще взял с собой сегодня для еды термос, на всякий случай. Чтобы сварить и потом не кипятить, а горячую пищу уже сразу есть. Вот такой вот, ребят, объемный у меня двухместный спальник. Вот я его хочу за место подстежки нижней использовать сегодня. Не знаю, получится у меня, нет. Ну, что-нибудь спробуем изобрести. Также основной спальник. И, естественно, сам гамак. Но сам гамак я буду вешать вот к этому дереву и вот к этому, скорее всего. Чтобы подальше от костра. Тут я натоптал уже. Еще в том походе. Начинается что-то какая-то бурая, ребята. Шторм. Нет, это мы сейчас вот так вот сделаем. А вот так вот. Есть. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот видите какой он тут внутри... То есть это летний вариант... Сейчас мы из него будем пробовать, пытаться сделать зимний вариант... Так, ну что, братцы, установил я гамак... В общем, вот он стоит... И установил двойную подстежку... То есть сделал двойной спальный мешок... Потому что вот этот мешок спальный... Он получается летний... Ну как сказать, не летний, а осенний такой вариант... Максимальная температура комфорта у него где-то... Плюс 5 что ли... Вот... Я вот здесь вот веревочками стянул... Опа... Накрывает потихоньку... То есть вот здесь вот, ребят, веревочками стянул здесь... Я его расстегивать не стал, так как спальник большой... Там он есть пространство, если я лягу... Ну не знаю, что из этого еще выйдет... И стянул ребят веревочками вот здесь... И привязал, то есть к дереву... Чтобы он не скатывался в кучу... Не собирался... Там вон падает снег... Прямо на этот... На тент... Надо сделать, чтобы он... Скатывался... Ну вот, в общем, вот такой вот, ребят, вариант... Будет зимний... Внутрь я еще... Положу еще один спальник... И положу сюда уже... Вовнутрь запихаю, ребят, коврик... Вот здесь вот есть специальное... Отверстие... Для пенки... И... Куда я, ребят... Расстелю... Свою пенку... Потому что... Мало ли что... Чтоб нам... Не застудиться... Вот так вот ее... Сейчас расправлю... Вот, чтобы она не собиралась... И уже... Здесь у меня, ребят... Будет мой основной... Спальный... Спальный... Мешок... Вот здесь вот сверху... В общем, не знаю, как тут... По комфорту будет... Но... Периодически, ребят, я вам... Буду говорить... Я еще так не ночевать не пробовал... Ночевал обычный просто в спальном мешке... И на коврике... Вот такая вот, ребят... Постелечка... Сейчас... О, ребят... О, не уйдем... Ну, не знаю, как будет работать... Нижняя подстежка моя... Но... Это, ребят... Просто... Это надо было растянуть, наверное... Не знаю... Посмотрим, друзья... Как она сработает... Данная подстежка... Надо маленький снег расчистить... Снега, вроде как, не обещают дождь... Только дождь... Сейчас верим в дело... Откопаем костер... Разведем... Дров я тут наготовил... Заранее... Но они у меня тут... Все под снегом... Лежат... Вот эту сейчас... Уронил... Сушинку... Туда сразу, ближе к лагерям... Блин, снег стал липнуть... К лужам прилипает... Снег сырой... Впрочем... Впрочем... Супер! Туда разветнулась... Впрочем... Впрочем... К лужьз... Ну вот,zarковка... ну что ребята у нас пошел дождь февраль месяц мокрый снег с дождем сейчас буду разводить костер пока дрова еще сухие ребята уже уже весь мокрый от дождя сейчас сухих щепочек на готовлю на растопку и погодка феврале у нас нынче то метели то дожди какой-то ужас просто давно такой погоды не было климат вообще с ума сошел до дождь теплана нарушил зараза поди кончится перестанет идти вообще невозможно к выжим снег липнет безвучь ноги тонут хоть бы тент не порвала он с деревьев все валится такая масса снеговая она час маленько посидим у костра погреемся оторвет наверно мне сегодня тент дождь просто ребят вода стоит мали ливень ребят чуть-чуть на такой погоды я сегодня не ожидал конечно ощутить штаны промокли насквозь утка на тоже путь кучу воли нет пока что они что-то промокли пока костер есть надо подсушиться маленько неизвестно когда дождь кончится сейчас прогноз погоду смотрел вроде как на целый день такая ерунда не даст он сегодня работать надо еще еще один столбик наверно приготовить и поперечные эти жерки как шахте не знаю уже прилипает снег уже подождать сегодня погода когда восстановится чисто похоже не знаю что вообще ребята делать с этой погодой все парит просто 6 камера на заливает и все парит и все парит и 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 натягивать тент получше что это какой-то кошмар мы же намокли щас налипать наверно будет чё птички весна пришла я сам в шоке не то что вы да где-то стрекочет сидит все весна и снегу выше пояса дождь льет и весна еще погода непонятно ладно сейчас сходим какую-то жертв еще принесем на наш балаганчик если я смогу вообще идти на них в дождь ну чё не поднять так думаю сейчас вот эту на и носинку заберу и вот эту там не знаю что там еще можно взять какие она будет по размеру потом смотреть да вот эту точно сейчас возьму она более толстая и вот эту под самый корень попытаемся спилить потому что я еще с размерами не определился по шире по ширине и по длине как она у меня будет так одна есть где-то он там и она напили где-нибудь вот здесь совсем не еду вы же работа у нас никакая работа не тогда будем готовить обед потому что работать такую погоду просто невозможно невыносим сказать сейчас приготовим супчик с ребрышек со свиных с ребра разбушевалась погода не на шутку после этого ливня мороз обещает такую погоду надо короче ребят залазить в спальник из в этот в гамак короче и спать не вылази оттуда просто жесть чуть-чуть что происходит я в первый раз так попал за всю свою походную жизнь зимой особенно летом то дождь это бог с ним это естественно там весной и осенью но чтоб зимой феврале месяце чтоб такой ливень шел просто жесть бедный тен надеюсь выдержит нагрузки не пойму ребят что-то вода в спальнике стоит полетен пара порвал откуда вода-то все этого блин не хватало то ли порвало то ли чё сейчас посмотрим да нет люди не порвало откуда вода стоит у меня ребят вот такие вот ребрышки взял сегодня с собой потаили лишние в костер смех на на разделе по кости вот так вот таких вот и сразу картошечки почищу да ребята если после этого дождя шандарах нет мороз это будет просто жесть наверно сегодня все планы на смарку с этой погодой и и и и и и и и зальем чуть-чуть закинем миску пока ловится зальем чуть-чуть счет у нас надо ребрышки смотреть тайга бушует сюда не на шутку я лишь вообще полный ураганный ветер ветрище ребята деревья падают первый раз такое наблюдаю сейчас спустим наш картофан ребят вот так вот выглядят наши лёблышки видно не видно чего говорить сейчас картошку спела спустим все это пускай еще тушится ох надо тент отвязывать улетит его сорвет на она просто честно она сварю на она уже делал к вечеру и скорее всего без ночевки я сегодня домой наверно пойду выбираться буду тен все короче тен спальник все здесь все вещи здесь оставлю потом вернусь за ними нас приду сюда как тайга успокоиться что это похожу по ходу ребята первый знак тайга меня не принимает сегодня как сказать поэтому сегодня мы пойдем обратно с вами а то не дай бог еще какая-то лисина свалится на голову вот так вот просто оставлю его привяжу там свяжу между собой чтобы ветром его до конца не раза не разорвал и пускай вещи здесь потом придем с вами сюда надеюсь никто ничего тут не возьмет принципе никто не ходит ну вот так вот чтобы не улетела ничего у нас никуда просто свяжем и оставим здесь вещи раз такое творится тут сегодня вот так вот ребята просто оставим вот так вот надеюсь никуда ничего не денется как успокоится погода так вернемся а то если еще по мокрому снегу да с вещами я просто не выйду отсюда вот гора 권глов по бета ребята будет то что надо все тюна она готова еще поварить пойдет хватит соли паприку я же хотел добавить немножко для вкуса не знаю ребят правильно неправильно решение что надо сегодня отсюда свалить потому что сушины тут везде стоят и не дай бог еще ночью ураган начнется вот это будет номер потому что ребят вот сушина стоит огромное мне ее просто не спилить без бензопилы и вот это вот она уже наклонена что надо выбираться будет отсюда сегодня там уже пару елок уронила ветром где-то он там он ребят не знаю видно вам не видно где-то он там внизу думаю чего валится дом пошел туда там елки падают надеюсь гамак не обледенеет тент потому что что-то морозы обещают за за 30 тут надо поглядывать чтоб ничего не на чего падать ну что не дай бог все наверно можно снимать готова уже что ребята к столу сейчас пообедаем вау ребята это шедевр я еще такое не готовил просто вкуснотища как вам ребят такое блюдо тут в общем картошка паприка лавровый лист соль и и ребрышки даже лучок не стал сюда добавлять хотя можно было обжарить на ручка сюда еще по подбай ой сейчас как нахлебаю себя потом если чё в термос уберу чё тут за мусор какой-то попас ты пускай горит пока кушаем сейчас ребят это божественно просто т.к. чё тут и 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 горячо ничего не понимаю ребят нагрешил я видать где-то капитально что природа так меня восприняла сегодня точнее не приняла вообще меня сегодня первый раз такая погода зимой все таким темпом будет ребят у нас скоро точно ананасы с бананами вырастут эх тайга погоди дай-ка хоть чайку успею выпить кошмар что происходит просто жесть ну что матушка природа сильно не бушуй бродяга скоро вернется отправляемся ребят все оставляю гамак с вещами взял только рюкзак чтобы не утащили на всякий случай не знаю ребят сколько выбираться сейчас отсюда по такому снегу на таких уж вы же то нормальный снег вот мокрый ладно ребят может периодически буду включаться если что-то происшествие какое-то будет ну а так ребят еще раз не забываем подписываться на мой канал ставить лайки и писать добрые комментарии увидимся ребят уже в походе